Вслед за главными ВАЗовскими конвейерами работу наконец возобновило дочернее предприятие ВИЗ, основная продукция которого — полурамные грузовички ВИЗ-2349, созданные на агрегатах Гранте. Вслед за донорской моделью коммерческой версии пришлось стать проще, избавившись от антиблокировочной системы и подушки безопасности. Единственным доступным мотором остался 90-сильный восьмиклапанник, отвечающий нормам Евро-2. При этом автомобиль оснащается электроусилителем руля, электрическими стеклоподъемниками и бортовым компьютером. Кроме того, покупатель сможет выбрать грузовую надстройку, коих имеется сразу 11 разновидностей. В бортовом исполнении развозная Гранта стоит чуть меньше 1 миллиона рублей, хотя изотермический фургон, оборудованный холодильной установкой, обойдется заметно дороже. Впрочем, других новых машин подобного формата на рынке сейчас просто нет. После перезапуска производства классической Нивы Ледженд, российский автогигант наконец сумел наладить выпуск и более свежий Нивы Тревел, о чем поспешил сообщить лично глава компании Максим Соколов. Правда, о ценах пока молчок, но дилеры сигнализируют, что им, принимая предварительные заявки, приказано ориентироваться на 1 миллион рублей. Продажи живых внедорожников должны стартовать весьма оперативно, буквально через неделю. А еще, как сообщает портал Motor.ru, в Тольятти задумались над созданием нового поколения моторов. Это будут двигатели рабочим объемом 2 литра ровно, которые планируется создать на базе имеющихся агрегатов 1.8. Для этого предлагается нарастить высоту штатного блока цилиндров, на выходе получив целое семейство длинноходных движков отдачей от 100 до 200 сил. Самые мощные варианты будут иметь турбонадов. Пока проект находится на стадии общей идеи, но если замыслу дадут зеленый свет, а главное, наладят щедрое финансирование, шильдики 2.0 на Грантах и Вестах будет реально увидеть через 2-3 года. Кроме того, АвтоВАЗ подыскивает поставщика автоматических коробок передач. В приоритете, как пишет Дром, находятся китайские производители, способные предложить не только классические автоматы, но и клиноременные вариаторы. Как отмечает издание, подобрать подходящий агрегат вазовцы хотят максимально оперативно. В их планах сделать так, чтобы через 3 года доля двухпедальных машин, выпускаемых под маркой Lada, превышала 60%. Продолжение следует...